За 2020 год мы выполнили все основные доведенные нам показатели. Это и рост экспорта, это и рентабельность. Здесь нам помогла в том числе и пандемия, то есть те, кто раньше покупал по импорту, по причине того, что в ряде стран был введен локдаун, затруднились поставки кожи товара, обратили свое внимание на белорусскую кожу, и оказалась она хорошего качества и приемлемых цен. Поэтому мы увеличили отгрузки на внутренний рынок в том числе. Посмотреть, сколько мы выпускаем, какие разновидности продукции, это более 100 артикулов в разных толщинах, в разных цветовых решениях, в разных видах отделки. Наш экспериментальный участок ежемесячно отрабатывает более 25 новых цветов и видов отделок. Ведь наша задача не наращивать склады, не омертвлять свои деньги в складских запасах, чтобы это просто лежало мертвым грузом. Поэтому, формируя ежемесячные планы производства, прямо в плане указано, для какого потребителя выпускается тот или иной товар. В цветовой там гамме, прямо написано, к какому сроку и кому это пойдет. Мы не должны наращивать складские запасы, потому что у нас большие кредитные обязательства, и у нас обязательства за поставленное кожевенное сырье перед нашими мясоперерабатывающими организациями, которые мы должны погашать эту задолженность. А можно говорить о том, какая она? Вы говорите, погасили 2 миллиона? У нас просто очень на задолженность сегодня 8,5 миллионов рублей. Поэтому наша задача рассчитаться с нашими поставщиками. Ну и плюс у вас есть кредитные обязательства. Кредитные обязательства. Мы погашаем срок, но это все равно серьезные деньги, потому что это валюта. Это в 2014 году ввели в эксплуатации. Она широкопроходная, то есть здесь можно красить целую кожу. И здесь мы красим, в частности, в том числе и мебельную кожу. Вот сейчас идут полукожа, а так вот мебельная кожа целиком. Здесь у нас программированный экономайзер. Что значит? То есть программы икрашения сохраняются. Все параметры не надо каждый раз встраивать. Здесь другая конструкция пистолетов, через которые краска наносится. И здесь она более экономична в каком плане? Здесь вся вода, которая используется, она ходит по округу. Да, старая линия, она постоянно сливается в канализацию. Тоже в Италии 1200 кожевиных предприятий. Да, они семейные, да, у них численность до 15 человек. Каждая устенькая специализация, и они одни из ведущих экспортеров в мире кожи. Ну а на внутреннем рынке вы какую долю занимаете? У вас же основной объем кожи вы забираете, да? Да, значит, среди наших предприятий у нас 63% это наше. А если посмотреть до... 63% из всех производителей кожи. А 40,5% по результатам прошлого года наш отдельный вес во всей коже, потребляемой в Беларуси. То есть и импорт вес, и все. Так вот 40,5% это агатовская кожа. Шкуры мы в прошлом году выбрали все, что нам поставили. 663 тысячи штук шкур КРС. И мы готовы забрать все шкуры страны. Поэтому, мы говорим, нам надо решить вопрос задолженности. Потому что, конечно, трудно требовать от веса комбината поддайте все нам, когда мы не рассчитали за предыдущие поставки. Матовая кожа с официальной отделкой. Шьется потом в готовом виде на специальных машинах, уже пошито на фабриках. Они натирают. Это кожа для женской, для сапога. Она с полным лицом, видите. Задача предприятия – работать прибыльно, перерабатывая все шкуры страны в товарах, как можно, в большей добавленной стоимости. И этот товар должен либо потребляться в стране, либо, если в стране данный товар в таком количестве, именно такой товар не может, поставляться на экспорт. Для себя я вижу такую краткую задачу. Редактор субтитров А.Семкин